берем нашу мамочку для панировочки нам пригодится чтобы они были вкусные и хорошие дорогие друзья здравствуйте сегодня мы с вами будем готовить по-быстрому по моему рецепту этот рецепт я очень давно знаю и всегда на протяжении многих лет им пользуюсь будем готовить к завтраку или к ужину а может кому-то и к обеду потрясающие вкусные сырники а вдруг вам нагрянули гости конце концов для этого мои дорогие кулинары и любители вкусно покушать нам понадобится пол килограмма творога а творог вы сейчас знаете очень сомнительного качества поэтому берем или обезжиренный творог или с меньшей жирностью а по консистенции вы сами уже смотрите я творог не перебиваю мне измельчаю и мне нравится когда попадается в сырниках именно творог так да это нам понадобится пол килограмма творога плюс минус 50 грамм одно обыкновенное яичко можно два кто как любит смотрите по творогу по консистенции для панировки манка как я уже говорил 4 5 столовых ложек муки конечно же сахар 4 столовые ложки вообще по вкусу щепотка соли и в конце как вишенка на торте мы будем выдавливать с вами в него сок лимона и ни в коем случае мои дорогие не кладите никакой разрыхлитель испортите всю мою что готовим раз по-быстрому то быстро и готовим яйцо все по-простому у меня быстро убиваем щепотку соли положили 4 столовые ложки сахара вообще по вкусу и соль и сахар 3 4 и спокойно это все мы сейчас с вами замесим пока мне на помощь идет лопатка с яичком с сахаром ой какой запах творога хороший какая вкуснятина это все замешиваем немножко поработаем с вами электромиксер механического производства нашли с вами получилась более однородная масса вот такая посмотрите вот такая масса получилась однородно видите да вообще-то вы можете еще положить сюда пакетик ванилина или попать и поменяли особо восторгая запахом современного ванилина химическим путем произведенного поэтому так сделали добавляем 4 5 столовых ложек обыкновенной муки 1 2 3 4 и остаточек высыпите и все быстренько замешиваем до однородной массы и запомните мои дорогие мы с вами готовим сырники а не какие-нибудь под вид пышек плюшек пампушек запах муки нам не нужен и немножечко помешали и самое главное мои дорогие нам придаст небольшую такую изюминку как вишенка на торте о которой я говорил в начале естественно мы не цедра лимона но не цедра лимона а сок мы с вами выдавим сок лимона немножко вот вот так и снова быстренько все тщательно перемешиваем продолжаем все вынесли подготовили поверхность тренировочные все дела делаем быстренько кружочки и разделываем полфабрикаты следим делаем вот такие вот кружочки это не сложно любой ребенок сделать вот такие и конечно же панировочную нашу манку манка прилипает и в ней мы формируем и будущие наши сырники вот такие вот такие берем и отправляем это все на сковородку так же поступаем со всеми нашими сырниками формируем здесь манки они не липнут все мы с вами соблюли и вот такие получаются у нас с вами цельники и следующий кружочек тоже шарик сюда и здесь же мы его формируем с помощью ножа ну и ваших рук а теперь пришло время их переворачивать одна сторона уже у нас с вами подрумянилась переворачиваем аккуратненько на вторую сторону наши будущие сырнички и так далее переворачиваем все пусть хорошо поджарится и следующая сторона чтоб все внутри пропеклось видите они подрумянились а ну-ка заглянем подрумянились хорошие наши аааа и слюнки потекли сразу вкуснятина то какая аккуратненько загружаем наши сырнички какая красота мои дорогие ну чем не вкусно кто любит со сметанкой обязательно сметанку а кто любит со сгущеночкой со сгущеночкой к чаю а еще можно мои дорогие и самое лучшее когда они подостынут и немножечко обретут пропитаются форму остывшие сырники всегда вкуснее а теперь пришла пора отведать наше с вами деяние ммм какие вкусные наши сырнички ой какая вкуснятина ой ароматные вкусные приятного аппетита мои дорогие всей семье наше сфере enda так в